Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Приветствую на программе Маннафест. Если вы регулярно смотрите нас, то вы знаете, что мы находимся в Иерусалиме. Сейчас я стою на горе Сион, на краю горы. Сразу внизу от меня находится еврейское, напротив восточных ворот расположено мусульманское кладбище. Много лет назад у меня был друг по имени Джозеф. Он работал водителем у президента Картера. И также у Мадлен Олбрайт. И он был нашим водителем. Он отметил, что евреев хоронят головой к Иерусалиму. Согласно Захарии, Иисус вернется на гору Сион, и они воскреснут и последуют за ним город. Мусульман хоронят, наоборот, ногами городу, чтобы при воскресении они встали. Такие интересные традиции существуют в святом городе. В этой программе я буду говорить на очень интригующую тему. Если вы любите Израиль, если вы наши партнеры, не пропустите эту программу. Проповедь будет включать множество таблиц и карт. Я буду говорить о знамении, которым Бог отметил Святую Землю. Бог поместил определенные знамения на горы и на места, которые были обнаружены в ходе раскопок. И это является доказательством того, что это действительно город Божий. Божья Земля. В Библии Бог использовал разного рода знамения. К примеру, в бытии Он говорит Авраам, чтобы тот сделал своим сыновьям обрезание, как знамение Завета. Все младенцы мужского пола на восьмой день должны были быть обрезаны. Также патриархи строили жертвенники в различных местах. Это было знамение Божие на этих местах. Такой жертвенник Авраам построил в Вифиле. Если перечислять все эти жертвенники, то будет очень долгий список. Иаков строил жертвенник. Ной строил жертвенник. И жертвенник был знаком от Бога в определенном месте. И это побуждает меня поговорить о горе за моей спиной. Это гора Мария. Считается, что именно на этой горе Авраам построил жертвенник, чтобы принести в жертву своего сына Исаака. Он положил его на жертвенник. Бог, разумеется, просто его испытывал. Он бы не позволил ему заколоть своего сына. Но он испытывал Авраама, человека Завета, готов ли он пожертвовать своим единственным сыном, чтобы потом Бог воскресил его. В послании к римлянам сказано, что Авраам считал, что Бог может воскресить Исаака из мертвых. Если Авраам готов это сделать, то однажды Бог принесет в жертву своего сына. И когда Бог увидел, что человек Завета был готов пожертвовать своим сыном, Бог отдал в жертву сына своего. Именно для этого Авраам проходил это испытание. Позже на этой горе Давид также построил жертвенник Богу, дабы остановить мор. Он был поставлен на гумне Орна и его сиянина. В то время город стоял на горе. Он был под контролем Иоусеев. И только когда Давид стал царем, эта гора стала называться Сионом, горой Божией. Позже Соломон построил там храм. Итак, Давид построил жертвенник. И существует иудейское предание. Предания могут основываться просто на историях, передаваемых из уст в уста. И многие из них правдивы по своей сути. Считается, что здесь строил жертвенник Адам, потом Сим, которого считают Мелхиседеком. Этому есть доказательства, но сегодня наша проповедь не об этом. Мелхиседек — это не имя, а звание. Царь Иерусалима. Царь мира. Или царь Салима. Это Бытие, 14 глава. Когда Авраам строил жертвенник, он строил его на древних камнях, где стоял жертвенник Адама. И когда Давид строил жертвенник, чтобы остановить чуму, он использовал те же камни, что использовал Авраам. Вся история Святой Земли ознаменована жертвенниками. Когда Иисус Новин переходил через реку Иордан, он взял 12 камней в пустыне на израильской стороне и положил их в воду реки Иордан. Как раз вчера мы говорили о том, что Иоанн Креститель крестил именно там, где Иисус Новин пересекал реку. По пути в Иерихон, чтобы захватить землю обетованную. Давайте посмотрим, что сделал Бог. Мы откроем несколько мест Писания сегодня, и по всем им пройдемся. Второзаконие, 12 глава, 26 стих. «Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои, приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь». Также в 12 главе, немного ранее, в 5 стихе говорится, «Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Восемь раз, в особенности в Торе, Бог говорит, «Я приведу вас в определенное место, и имя мое будет там». Большинство исследователей скажут, что Бог ознаменовал это место, и оно известно просто как гора Господня, и поскольку она называется Господней горой, Его имя пребывает там. Но если мы рассмотрим, что происходило в этом месте, когда Авраам привел на это место Исаака, то сын его спросил, «Папа, а где же Агнец?» Авраам ответил, «Бог усмотрит себе Агнца». Я не знаю, заметили вы или нет, но Агнец так и не появился. Появился овен. Но почему тогда Авраам сказал Исааку, «Бог усмотрит себе Агнца?» Потому что сам Бог стал Агнцем. Я попросил местных прочитать еврейский оригинал, и они сказали, что именно это увидел Авраам. Он увидел, что Бог станет Агнцем. Я могу это доказать, потому что Авраам назвал это место Иегова Ира, Яхве Яра, что значит «Господь усмотрит» или «Бог обеспечит». И вот что написал об этом Моисей. Когда Моисей передает эту историю об Аврааме и Исааке, он использует следующие слова. «Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Что именно усмотрится? Возвращаясь к словам Авраама, Агнец на горе, скажите, почему это так важно? Потому что Иисус сказал, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел». Поэтому, когда Авраам привел Исаака на гору моря, именно здесь все произошло. Я не знаю, каким именно образом Авраам смог это предвидеть. Может, Бог ввел его в транс? А может, он видел видение, но он знал, на какую идти гору. Итак, суть в том, что когда Соломон строил храм, он мог строить его только на Святой горе, куда должен был прийти Агнец. У меня начинает вырисовываться полная картина того, что касается Агнеца и Святой горы. И вот Давид покупает гумно Орна и Ивусиянина. Что я хочу этим сказать? Покупая это гумно, Давид знал историю Мелхиседека и этой горы. Когда Соломон строил храм, он также знал историю о Мелхиседеке и о данной горе, и что его отец остановил чуму, построив жертвенник на этом месте. Итак, на этой горе было знамение Господня. И вот мы подходим к самой интересной части истории о знамении Божьем на этой горе. У меня есть топографическая схема этой местности. Наши партнеры сидят сейчас в амфитеатре. Глубина каждого уровня где-то 60 сантиметров. Уровень за уровнем выстраивает амфитеатр. Таким же образом была сделана топографическая схема Иерусалима. И если убрать все камни, если убрать все здания, то вот что получается. Вы готовы это услышать, да? Прямо в сердце горы Мариа, на вершине, где Авраам хотел принести в жертву Исаака, подземный ландшафт имеет форму еврейской буквы Йод. Или Ют. Это десятая буква еврейского алфавита. Символ этой буквы Рука. И так же именно с этой буквы начинается слово Мбог. Слово Яхве. Так же имя Яков начинается с буквы Ют. С этой же буквы начинается имя Иуда, колено, Иудина. Так же в еврейском языке именно с буквы Ют начинается название города Иерусалим. Это священная буква, первая буква в имени Бога. И символ ее Рука. И поэтому вершина этой горы имеет форму буквы Ют. Если убрать все здания, это является знаменем Божиим. Бог поместил первую букву своего имени на всех значимых местах и именах, включая Якова. имя Яков также начинается с буквы Ют. Но и это еще не все. Если вы приезжаете в Иерусалим как турист, то традиционная католическая достопримечательность, связанная с распятием, это храм Гроба Господня. Он находится в другой стороне. Но когда мать Константина, Елена, прибыла в Иерусалим в поисках святых мест, а приехала она через несколько столетий после случившегося, как если бы я приехал в Вашингтон через 300 лет после его разрушения и пытался найти место, где что-то сделал Томас Джефферсон. Остаются только догадки и предания. Есть предания о том, что ей хотели продать этот участок земли, поэтому сказали, что Иисус был распят именно в этой стороне. И она построила церковь именно там. И там есть гробница. Не поймите меня неправильно. Гробница есть возле Гефсиманского сада и также на Елеонской горе. Я не хочу влезать в споры о том, где именно был распят и погребен Христос. Но я хочу поделиться с вами интересным фактом. Мы ходим в два места. Я не делаю разделений между католиками и протестантами, но среди протестантов считается, что традиционное место погребения Иисуса это место, открытое генералом Гордоном в 19 веке. Оно находится чуть севернее. За многие годы гора немного сдвинулась, но здесь форма горы напоминает череп. Затем там была обнаружена гробница. Когда начали сопоставлять все факты, выяснилось, что, судя по всему, именно здесь был погребен Христос. Опять-таки, никто не может это гарантировать, но это очень вероятно. Это может лишь указывать на то, где действительно находится гробница. Я хочу дать небольшую расшифровку, указывающую на истинность данного предположения. Готовы? Вершие на горы Сеон простирается на 773 метра, а холм в виде черепа простирается на 777 метров. Как вам такая цифра? Три семерки. Кто-то скажет, ну и что? А я скажу вам, что? Семь — это совершенное число. Число полнаты. Семь — это библейское, священное число. На седьмой день Бог почил, отдохнул. Это еще далеко не все значения числа семь. Итак, в топографии горы просматривается буква «Ют». Также сама вершина Голгофа длиной в 777 метров. И вот что я еще нахожу очень интересным. Почему эту гору называли гора Мориа? Внизу просматриваются три возвышенности. Первая гора — это гора Афел. Об этой горе говорится во второй книге про Липоменон. Гора Сеон, о которой мы читаем во втором псалме, расположенная выше. Итак, это гора Сеон. А гора Мориа — это вторая книга про Липоменон, третья глава, первый стих. Соломон построил на ней храм. Она расположена немного дальше. На горе Афел расположена купальня Соломона. Слепой омыл там свои глаза и прозрел. Гора Сеон — это гора, на которой Давид построил Скинию. Библия говорит, что избавление придет именно с горы Сеон. Гора Мориа — это место, где был построен храм. Именно туда сошла слава Божия. Итак, омовение водой, потом спасение, ну и потом слава. Вот что я вам скажу. Есть три уровня, по которым можно возрастать в духе. Сначала вы принимаете Иисуса, ваши глаза открываются. Это омовение. Вы омыты его кровью. И после этого вам часто еще нужно получить освобождение от чего-то. Раньше мы называли это освящением. А я верю в освящение и сегодня. Вы отделяете себя от мира и теряете желание к мирским вещам. И вот что означает освящение. Но и это еще не все. Когда-то я написал песню. Последнее время я мало пою. И вот я пел «Взойди еще немного выше». Ты слишком долго был в долине. Пора вернуться в место, где ты должен быть. Также и у горы три уровня. И последний уровень это гора Мария. Уровень славы и Духа Святого. Уровень силы Божией и поклонения. Я хочу рассказать вам интересный факт о горе Мария. Если взять древние карты и посмотреть топографию, при этом мы убираем все здания Иерусалима. Мы говорили о горах. Но давайте посмотрим на долины вдоль восточной стены. Мы видим изгиб от долины Кедрон до долины Енома. И они простираются до западной стороны города. Там, где западная стена, топографические карты не могут передать, что находится под землей, потому что сверху построено слишком много всего. Там находится Терапионская долина или долина Сыроделов. Долина представляет собой вот такую форму. Вот долина Кедрон. Вот она. Далее долина Енома. И вот она пошла. Долина Сыроделов. Возможно, вам ни о чем не говорит эта форма, но она подобна букве, которая не изменилась со времен древних хананеев. Она была похожа на W. Теперь у ней присутствует изгиб. Именно так выглядит 21-я буква еврейского алфавита Шин. Каждая мезуза, где хранился свиток с Писанием, а мы видим такие мезузы в еврейских домах, синагогах и еврейских отелях, их вешают по правую сторону двери и, проходя при входе и выходе, целуют их. Это напоминает им о Божьем благословении. На каждой мезузе в мире стоит буква Шин. Эта буква представляет имя Божие. Только представьте, Бог говорит Своему народу, «Я приведу вас в землю, и имя Мое будет с вами». Когда Бог привел их в эту землю, Он уже знал, что они создадут алфавит и как будет выглядеть каждая буква. Он решил создать эту гору в такой форме, чтобы, когда Он смотрел с небес, Он видел Своё имя. Он видит буквы, которые представляют Его имя. Но это еще не самое интересное. Впереди вас ждет нечто просто удивительное. Много лет назад я купил в Израиле одно фото со спутника и привез его домой. Такие фото продают и сейчас, но нужно точно знать, что именно ты ищешь. Мой гид, Гидеон, был в моем офисе несколько лет назад. Увидев фото со спутника, он воскликнул, «О Боже, ты видишь это?» Я спросил, «Что?» «На горе имя Божие» «Ют-Хей-Вав-Хей». Спутник был установлен так, что тени на горе сформировали буквы «Ют-Хей-Вав-Хей». И когда мы начали смотреть на карту, мы увидели буквы «Каф» и букву «Ют». Сбоку были буквы «Ламет» и «Вав», затем «Алев», «Бет», «Ют», далее «Шин» и «Мем». Я знаю, вам это ни о чем не говорит. Итак, мы видим «Ки-Луз», «Яхве» и «Фраем». Если прочесть все эти буквы, то вот что получается. «Луз» — это ранее название места, где Иаков видел сон. В Бытии сказано, что он пошел в «Луз» и видел во сне лестницу, по которой спускались и поднимались ангелы. «Ефраим» — это «Ефрем», сын Иосифа. Я собираюсь расшифровать вам «Ки-Луз» «Яхве» «Ефраем». Мы посмотрим, что означает имя «Ефрем». И также я расшифрую вам «Ки» и «Луз». Итак, «Луз» был переименован «Вифиль». И вот что означает буквы из тени на горе на фото, сделанном со спутника. «Благодаря Вифилю Господь сделал меня плодовитым». Вот что дословно это означает. И это не догадки. Я взял черный маркер и просто обвел тень. Наши телезрители смогут увидеть сейчас эти буквы на экране. Итак, Бог оставил знамение своего имени на горе. Я уже знал об этом пару лет назад. И вдруг я вижу, что кто-то получил откровение и написал об этом книгу. Ну что ж, ладно. Но я много лет назад заявлял вот о чем. Я вкратце расскажу вам. Мой Галаат, мой Монассия, Ефрем, крепость, главы моей. Иуда, скипетр мой. Мааф, умывальная чаша моя. Наедома, простру сапог мой. Все эти территории Монассия, Ефрем, Иуда, Мааф, Галиад и Филистия. Когда смотрели на все эти земли на фото со спутника, то вот что было обнаружено. Они изучали Гилгал, где Иисус Новин обрезал детей Израиля. И они увидели, что тысячу лет назад с помощью каменистой породы была сделана как бы стена в форме следа. Сейчас, опять же, я хотел бы показать вам фото, чтобы не быть голословным. Вы увидите это фото на своем экране. Таких следов было несколько. Гилгал означает «быть в круге» или «быть окруженным». Когда дети Израиля вошли в землю обетованную, мы можем предполагать, что у них наверняка были животные, чтобы построить скинию. И они не хотели, чтобы животные бегали, где попало. Поэтому некоторые археологи предположили, что хотя, когда говоришь «с пятью археологами», можно услышать десять мнений, но кто и для чего все-таки построил эти каменные сооружения в виде следов? Эти люди понимали, что на этой земле следы Божии. Бог сказал Аврааму, «Куда не ступит нога твоя? Куда бы не ступила нога твоя, я дам тебе эту землю?» И они решили обозначить территории, которые они собираются завоевать. Сделали они это данными камнями в форме человеческой ступни. К этим они заявляли. «Мы Божий народ, и Бог даст нам эту землю». Это свежее открытие со спутника. У меня почти не осталось времени. Думаю, в целом вы понимаете, что Бог оставил свои знамения на святой земле. Это Божия земля. Я нахожусь в туре с нашими партнерами и приглашаю партнеров присоединиться к нашему следующему туру в Святую землю. Мы ездим каждую осень. И если вы не партнер, то для вас тоже мы организовываем свой тур. Как всегда, вас ждет новый ресурс. И затем я расскажу вам, куда мы приедем служить. В этом году нас ожидают важные конференции благословений вам из Иерусалима. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Он скоро придет на землю, а люди даже не знают об опасности его царства. Отцы ранней церкви предполагали, что император Нерон воскреснет и вернется на землю, как человек погибель. Были греческие ученые, которые считали на основании некоторых мест писания, что из недр земли восстанет Иуда Искариот, сын погибель, и станет человеком под контролем бесов. Он уничтожит мир военным путем. Другие считают, что многие пророчества об этом человеке исполнились в Гитлере. Этот человек антихрист. В DVD под названием «Жив ли антихрист» Перри сопоставляет работы греческих исследователей и ранних отцов церкви, чтобы в точности передать, что следует ожидать от антихриста и его царства. На диске вы найдете также много другой полезной информации. К диску прилагается книга Перри «Восьмое царство», которая повествует о влиянии радикального ислама в последнее время. Эта книга является подробным изложением блокбастера Перри под названием «Выпуская зверя на свободу». Вы прочтете о шести главных империях в мире, которые поднимались и падали. И когда поднимется Седьмая империя, она будет поглощена Исламской империей, которая придет со Среднего Востока. Вы узнаете, что связывает библейские и многие исламские предсказания и что между ними общего. Вы узнаете о возвращении Древнего Духа Вавилона и сможете по-новому посмотреть на начертания зверя. Восьмое царство уже не за горами. В этой книге вы найдете для себя потрясающую информацию. Это предложение вполне своевременно, учитывая глобальную угрозу террора и нависшую угрозу применения атомного оружия. Закажите DVD-диск и книгу за пожертвование от 30 долларов и выше. Ресурс будет доступен ограниченное время. Для заказа звоните по телефону, указанному на экране. Также вы можете сделать заказ на нашем сайте peristone.org или напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и вложите чек в письмо, чек с вашим пожертвованием. Не забудьте указать номер заказа ЕК 127. Это очень мощный пророческий ресурс. И сейчас самое время узнать о Восьмом Царстве и объяснить его. Надеемся, вы свяжетесь с нами вскоре. Спасибо, что присоединились к программе Манефест. Я надеюсь, вы найдете время, чтобы приобрести новый ресурс. Ваше пожертвование помогает нашей программе выходить в эфир. И вы сможете узнать совершенно новые для вас вещи из этих материалов. Церковь – место исцеления. У нас будет всего одно служение 4 апреля в Баттон-Руж. Приезжайте все. Воскресенье 22-го в Гранвилле, штат Мичиган, церкви «Жизнь воскресенья». В мае пройдет конференция с 4 по 6 число в Гамильтоне, Принстон-Пайк. Весь график наших служений смотрите на нашем сайте. Там вы найдете и пророческий саммит, и конференция. На саммите я буду говорить об искусственном интеллекте и образе зверя. Я не могу сейчас идти в детали, но происходят важные вещи, о которых я даже не знал. Речь о Саудовской Аравии, и это может быть исполнением Откровения 17-й и 18-й главы. Об этом пойдет речь на пророческом саммите. И хотя мы любим пророческое слово, на наших служениях не все наши учения таковы. Я учу на практические темы, духовная брань, дух святой, вера, потому что нам нужно изучать всю Библию, все Евангелие. Не зря мы называемся христианами полного Евангелия. Нужно иметь баланс и изучать слово целиком. Это даст нам силу в последнее время. Ну, а я благодарю вас, что вы были с нами, да благословит вас Господь. Бога нельзя победить, Он непобедим. Если ты христианин, положись на Иисуса, основателя христианской веры. Пока мы, народ Божий, живем на этой земле, Бог не покончит с этой страной. Все мы верующие, призваны взывать на коленях перед Богом, о нашей стране до самого конца. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня. Продолжение следует...